Приветствую вас, уважаемые мои подписчики, девушки, женщины, все те, кто уже меня знает, кто подписан на мой канал и смотрит довольно постоянно, надеюсь, мои новые видео. Сегодняшний совсем маленький ролик будет посвящен, ну, буквально хочу дать пару советов по поводу того, каким образом вообще нужно использовать крема перед тем, как мы их собираемся, какой-либо крем собираемся использовать по уходу за нашим лицом. Ну, надо сказать, что я сама, в общем-то, еще молодые годы, конечно, многого не понимала и думала, что если я приобретаю какой-то крем, то могу его сразу же наносить на лицо, и были такие у меня несколько случаев, когда из-за этого непосредственно получала, ну, будем так, не совсем приятные моменты на лице в виде сыпи, каких-то небольших пятен, которые, конечно же, меня расстраивали. Что я хочу сказать? Хочу сказать о том, что многие девушки и даже, я так думаю, что и женщины, наверное, все-таки не знают, или же, может быть, как-то не совсем ответственно подходят к этому вопросу по использованию нового крема при нанесении на лицо. Значит, мой совет какой? Перед тем, как вот мы собираемся наносить какой-либо новый крем, который мы приобрели, конечно же, нужно почитать его состав, естественно, подобрать его соответствующим нашему типу кожи, и затем, когда мы уже находимся дома, обязательно должны его проверить на аллергенность, то есть, вполне возможно, что, может быть, наша кожа и не воспримет ту новинку, которую мы хотим использовать по уходу за лицом. Ну, вот просто хочу показать, каким образом мы можем это делать. Значит, вот у меня сейчас в руках вот такой вот крем. Это новая у меня баночка. Ну, вот, значит, я ее открываю, и перед тем, как нанести на лицо, каким образом я могу его протестировать. Вот, значит, вот я ее вскрыла, и вот таким вот, ну, на пальчик себе набрала чуть-чуть, и на зону вот здесь, вот на руке, так сказать, слегка наносим небольшое количество крема, и оставляем его буквально, ну, минут 15-20. Это касается также и тех масок, особенно масок, которые имеют в своем составе такие, допустим, вот фрукты, как киви, допустим, лимон, ну, какие-либо цитрусовые фрукты. И, естественно, еще раз хочу повторить, поскольку, я так думала, что есть и многие девушки, и женщины, которые, ну, вполне естественно, имеют какие-то аллергические реакции на крема, шампуни, мыло и так далее. И отставляем вот то, что я вот нанесла, крем, оставляем на руке, и выдерживаем минут 15-20, походили, позанимались, дома что-то поделали, посмотрели, почувствовали, что нет никакого зуда, жжения, ничего у нас в этом месте не чешется. Значит, мы можем использовать этот крем уже непосредственно на нашем личике. Вот такой вот мой небольшой, небольшой такой вам совет. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подписывайтесь. Желаю вам всего хорошего, ставьте свои лайки. До новых встреч!